Вот в области реабилитации спортсменов, если интересно, вы получите, если нет, завершайте, послушаем. Тристофорова Гария, город Москва. Здравствуйте, мои коллеги, я сегодня для дебют, я сильно долго задерживать не буду. Я, хоть я и врач-кимнезиолог, но так сложилось, у меня, как тоже вечный студент, у меня есть несколько высших образований, и одну из них, ветеринар. Я, как ветврач, я, конечно, поработав там и поняв, какими методами лечатся животные, метод научного тыка просто пальцем в небо, я не смогла там работать, я ушла в тень. Но, как говорится, видимо, что-то кто-то где-то видит, в общем, ко мне продолжает обращаться с животными, с какими-то вопросами. И вот на скорую руку, потому что очень неожиданно, когда я поглошена, сделала небольшую такую презентацию, пару, буквально тройку примеров, таких самых ярких из моей практики. Ну, как говорится, тренируемся на кошках. Вот, поделиняла, видимо, трансфер-факторы на котах, на кошках. Так, что здесь, что здесь. О, вот, видите, обратно. Блин, сейчас, секунду. Вот, это мой личный кот, Мэй Кун. Ему на тот момент было три года. У меня их двое, братья. Братья не всегда ладят, как известно. Случилась драка. Ну, так, помахались немножко когтями. И вот ему прилетело. Был поврежден глаз, когтем брата. Буквально за несколько часов у него поднялась температура, у него заплыл глаз, отек пошел на щеку. Когда я ушла, я, честно говоря, как обычно, самый последний, кто замечает, что кто-то болен среди семьи, это врач. Вот, я как-то сочла, что это не так страшно, потому что это уже не первый раз было. Но когда вернулся через пару часов, он уже лежал, температура фигачила, и у него уже начало отекать. Глаз полностью закрылся, пошел отек на щеку. Ну, что делать? Дочка мне сказала, у нас есть трансфер-фактор трай, давайте попробуем. И вот мы ему по-быстрому, чтобы не ждать каких-то клиник, ветеринарных врачей, я ему просто разбавила первую капсулу, скрутили, глаз открыли и закапали. Вот, он, конечно, немножко не понял, что происходит, но ничего. Потом, вот как раз тоже посоветовавшись с Мариной и с Аллой, в общем, мы так обсудили, и я так прекрасно знаю его вес. Ну, на вес вообще, на самом деле, я не очень ориентируюсь в животных, хотя я больше ориентируюсь на состояние и вообще масштабность, как бы, в пиздецах. Вот, здесь, как бы, было принято решение, что я в него валю 8 капсул, развела в воде, вот, и вот, хоть мне советовали какой-то промежуток делать, там, два часа давать, ну, времени нет, режим эвакуации, в общем, я в него засамодалила 8 капсул в воде. Припавила мне здесь, хотела вам показать еще, как он это делает, как он это пьет, ну, наверное, дочка у меня это не вставила, дочка делала презентацию. Вот, в общем, через час буквально у него глаз уже открылся, он начал, вот эту фотографию, он уже сидит под потолком, то есть его куда-то там понесло на какие-то прыгающие полки, вот, то есть со зрением все стало хорошо. На следующий день я ему еще для профилактики чисто дала, разбавила еще 4 капсулы, теперь, на данный момент, это животное отказалось категорически от всяких вкусняшек из зоомагазинов, масла, моя лучшая вкусняшка, это трай. Вот, то есть когда он слышит, он знает, где стоит банк, он знает, когда он у нас есть дома, и, в общем, ну, у меня вообще как бы два майкуна, еще кошка старая, дочери моей 17 лет, она постарше, вот, было жаркое лето, все лежали в лёжку. Майкунов у них вообще такая, как бы, ну, как интеллинар говорят, проблема с сердцем. Крупный кот, надо гулять, надо двигаться больше, чтобы сердечно-сосудистая система работала хорошо, естественно, нагрузка, они очень активны, прыгучие, ползучие, лазучие, вот, я со своими котами гуляю, ну, не всегда получается, вот, кошка у меня тоже, мы с ним гуляем, вот, и когда было жарко, все коты слегли, очень много у меня поступало вопросов по поводу, как спасти животных, потому что многие животные перегревались, и я приняла решение, у меня всегда есть трай, ну, у меня всегда трансферы живут уже дома порядка двух лет, я как бы два года назад с ними познакомилась, и вот мы принялись дочери решение, опять-таки, попробовать тренироваться, кардио применить и на котах, вот, поэтому сейчас я могу смело сказать, что до этого применялся трай-классик на животных, я могу подтвердить, что кардио тоже нормально заходит, вот, единственное, что, кардио было немножко проблематично в них засовывать, потому что оно горькое, то есть, когда ты капсулу разводишь, если трай, они готовы пить сами, жрать эти вот, кусать сами, жевать вот эти вот капсулы, вот, то кардио, они как-то не очень, как применять, берете кусочек мяса, вываливаете, высыпаете в него капсулу или фарш, и засандаливаете, потом даете закусить чем-то нормальным, чистым мясом, вот, тоже заходит нормально, кошка, которая старше 17 лет, повторюсь, ожила, теперь, на данный момент, когда у нее иногда случается ночной лютренький, тыг-дыг, те, у кого есть коты, знают, что это такое, это такое распирание энергии, когда они там начинают носиться внезапно, она очень удивляет моих котов, что происходит, они всегда подбегают, говорят, все ли с тобой нормально, вот, то есть, даже старушка, она очень хорошо, на данный момент, переносит жару, вот, мы уже это ввели в такую практику, постоянно, если сильно жарко летом, если мы боимся куда-то, везем животных, если мы боимся перегрева, мы всегда с собой берем кардио и трай, я путешествую со своими котами, я много езжу, потому что спортивный врач не всегда удается оставить животных где-то с кем-то, вот, поэтому они у меня такие способны, транспортаривные животные. Помимо этих котов, сейчас вот я вам еще покажу, не буду вдаваться вот в эти вот во все бумажки, чтобы не задерживать, покажу главных героев. Кошка, 4 года, в сентябре ей поставили диагноз, ну, правда, там, как обычно, ветеринария, она их немножечко, очень приблизительно, ставит, заставляет делать кучу анализов, нет, это моя пациентка, она мне позвонила, говорит, Даш, все, хана, у меня кошка, потеряла в весе, лежит, не ест, перестала ходить в туалет, в общем, что-то она хочет приказать долго жить, что делать, вся в слезах, а у меня эта пациентка, она такая, ну, довольно-таки сложная, очень такая, в анерной системе, я говорю, давай, говорю, кошку лечить. Я говорю, я вот не знаю, давай, она мне там рассказала всяких страстей, мордостей, кошки делали УЗИ, и мне очень понравилось, как сказали ветеринарные врачи, вы знаете, у вас кошке 4 года, ну, почему-то у нее на УЗИ показано, что вот печень поджелудочная, там, стенки желудка и кишечник, как у 12-летней, ну, меня как-то это немножечко очень смутило, я вот слушаю, говорю, ну, я, конечно, все понимаю, там, может быть, какие-то анализы, ну, как бы терять уже, как бы, нечего. Кошка молодая, что меня, как бы, сподвигло на это, говорю, кошка молодая, давай попробуем, поборемся. Вот, врачи ей поставили, насчитали анализов и лечения, только одних анализов, ну, 17 тысяч, пациентка у меня в слезы, что у нее денег таких нету, это только анализы, которые, там, куда-то ее, эту кошку полудохленькую готовят, вот, и плюс еще там наверняка были бы какие-то операции, там, еще что-то, еще что-то. Я говорю, слушаю, давай не будем устерить, давай ее засандалим трать. Вот, она, ну, так скептически к этому отнеслась, очень долго раскачивалась, думала, но у меня, вот, просто как, ну, я пишу там всякие иногда статьи, вот, меня распер интерес, я говорю, слушаю, ну, раз ты не, ну, как бы, будешь долго думать, говорю, я готова твою кошку забрать к себе и просто ее напичкивать этим траймом, потому что, ну, как бы, терять нечего, ну, умрет так умрет. Вот, все равно трайм будет дешевле, чем того лечения, что тебе назначили, а тут, как бы, а вдруг выживет. То есть был такой чистый эксперимент, специальный, говорю, слушаю, может, я потом где-нибудь выскажусь по поводу вашей кошки. Вот я, кстати, сегодня по этой причине здесь. Врачи ей поставили, мы начали лечение в сентябре, начались ДОС по восемь капсул два раза в день, то есть такую бронебольную, то есть я не стала заморачиваться на классик, потому что там, в принципе, уже, как бы, думать было, о чем-то раскачиваться. Ну, я поставила, просто сделала ставку на то, что кошке четыре года. Сделали мы, значит, мы ее три дня кормили по первый день 18 капсул у нас получалось, потом два дня по 12 капсул в несколько приемов, вот, ну и потом мы снизили до восьми, по восемь капсул в сутки она принимала через шприц. Кошка не ела, лежала, в туалет практически не ходила, никаких прыжках куда-то лечить не шло, то есть лежала где-то там на полу, вот. Вот, и я стала, ну и двадцать три часа на связи с моей пациенткой, как КТ, вот. Но сейчас, на данный момент, ей поставили срок, что она седьмого ноября умрет, вот. Я говорю, какая прелесть, мне накануне звонит клиентка вся в истерике, уже отмечает. И я говорю, ты что, Даша, у меня завтра решающий день, кошка лежит, ко мне не это, как его, никуда. Она говорит, я говорю, где кошка-то? Она говорит, ну, лежит под окном, за шторкой, в общем, я боюсь туда заглянуть, а она не выходит. Вот, я говорю, ну, что, ну, ноготи побольше, как бы, посмотрим, выйдет, не выйдет. В итоге, кошка была, видимо, тоже шокирована, что там кто-то, что-то происходит, потому что клиентка не пьет. Утром она мне позвонила, она сказала, кошка пришла ко мне сама. То есть утром она запрыгнула, даже, у меня появились даже силы запрыгнуть на кровать и прийти к хозяйке. У меня даже где-то была фотография, что они там обнимаются, что вообще она там чуть не плачет, что кошке даже нашлось силы прыгнуть. Сейчас, на данный момент, мы снизили дозу до четырех капсул на постоянку. То есть, ну, вы сами понимаете, да, она пережила этот 7 ноября. В общем, сейчас мы как бы продолжаем. Конечно, там хозяйка уже тоже нервничает, что утром все-таки тоже не дешевое удовольствие, как бы, для ее бюджета. Но мы сейчас на минимальных дозах. Что могу сказать по состоянию кошки? Она, наконец-то, стала нормально есть. У нее обновилось желание нормально ходить в туалет. Она даже иногда пытается играть. Ну, там, что-то, какие-то телобюджеты. Конечно, ей какой-то большая активность сейчас пока становится похуже. Но она стала употреблять, сама лакать бульончик. Она стала уже сейчас, на данный момент, есть даже вареную курочку самостоятельно. То есть, мы уже питаемся не через шприц и даже иногда хрустить сухим кормом. Ну, вот, то есть, как бы, ну, смерть отменяется. Да, вот, это вот таких вот два самых ярких случая. Сейчас у меня, я сейчас закончусь, покатай. У меня сейчас, на данный момент, еще две кошки есть в процессе. Здесь хозяйка, сразу скажу, она отказалась повторять анализы. Но, ничего, я подожду. Вот, сейчас кошка наберет вес. И мы все-таки ее загоним, чтобы она сделала еще раз анализы. Потому что вот эти вот исходные данные у меня. Поэтому я на них особо не акцентируюсь. Потом, когда будете сейчас сравнить, я вам еще, может, покажу. Вот. И еще две кошки. У меня сейчас тоже наблюдение. У одной там беда с... Им тоже по 14 лет. У меня что-то по какому-то, это, по старому пошли кошкам. Вот. У одной проблемы по женской части, как и обычной, ей предлагали удалить матку. Ну, как бы, вот, столкнувшись с трансферами, хозяйка сказала, что ничего, резать не будем. Будем кормить. Вот. А сейчас те кошки две принимают... Вот, вчера было две недели, как они принимают, по две капсулы в день. И у одной, и у другой уже появилась активность опять вот эта вот. Вот та, что и у моей кошки. Они периодически там носятся, как потерпевшие. Вот. И улучшилась шерсть. Вот. То есть сейчас пока он... Ну, я созванивалась буквально со хозяйкой. Она сказала, что говорит, Даша, я пока не буду брать анализы повторно. Подождем еще немножко, потому что всего прошло две недели. И то даже уже визуально заметно, что кошкам стало лучше. Вот. Это что касается кошек. Теперь вернемся к моей основной работе. Вот. Это вот как раз одна из кошек. Вот. Это вот те, которые у меня под наблюдением сейчас. А это вот как раз у нее еще, вот у этой кошки, это у нее проблемы там с маткой. Мы ее сохраняем сейчас. Вот. У нее еще, она, оказывается, выпадала из окна. И у нее еще стоит железо в тазовых костях. Таз собран на шуруповую. Вот. И вот буквально я перед выступлением созванивалась с хозяйкой. Она говорит, Даша, не поверишь. Она сейчас здесь носится и даже добралась до потолка. Никогда в жизни она ходила очень аккуратно, потому что у нее все-таки операция была сложная на тазу. Ну ничего, ее это не остановило, чтобы залезть куда-то под потолок. Вот. Это что касается КТ. Поэтому, если есть домашние животные, применяйте. Они очень хорошо это все воспринимают. Теперь возвращаемся к моим спортсменам. Продолжение следует...